Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Смотри Учись, с вами Миша Егор, сегодня у нас троечка Даунбрейкер, резко сейчас про героя вспомнили, начали пикать её чуть ли не на постоянке на про-сцене Многие там китайские коллективы её постоянно берут, вот, и потом ещё и другие подхватили, и ДБ прям реально стала супер популярным персонажем Просто ни с того ни с сего, как будто никак особо героя-то и не меняли, однако начал прям сиять Вот, часто его стали пикать, особенно там под какого-нибудь жёсткого керри, под какого-нибудь луну, очень круто смотрится Под сэвчика того же, опять же, крутой под сэв с ультимейта Также линия очень сильная, не будем забывать, насколько сейчас актуальна линия ДБ Тускар Тускар с ДБшкой во все временного невероятно круто стакались, потому что Тускар берёт аспект на тактим Нажимает, собственно, тактим, даунбрейкер жимает первый скил, и там очень много дэмэджа залетает Там просто на первом уровне можно шотнуть героя, настолько там урон неадекватный Вот, собственно, научимся играть на 737D даунбрейкер Аспект он взял на люминусити, совершая атаку с эффектом люминусити, герой уменьшает перезарядку всех своих способностей Всем приятного просмотра Всем привет, всем доброе утро Напоминаю, врождёнка у Валоре Каждый раз, когда наступает день, герой светит всю карту И причём с Фениксом, с Несталкером, с Луной это тоже работает И два аспекта, праздник уже сказал, кстати, когда я ультимейта тоже уменьшает Так что даже для Агонимной Валоры это хорошо выглядит А для билда с Акторином Там, где ты постоянно крутишься, делаешь шагернауты из Валоры Выглядит ещё круче И второй аспект даёт мини-ультимейт в области второго скилла Прикольно для Сапика в том числе Пару раз видел, как тройки Валоры рашили Агоним с этим аспектом Но пока что взгляд прошликов на этого героя мне неизвестен Давно не следил за проигроками на Валоре Сейчас как раз посмотрим на одного из Горяченые стики здесь взял на линию Всё-таки против фантомочки Довольно-таки приятная тема, она постоянно с эпилами спамит Линия у них агрессивная ДБ Бэтрайдер Против двух миришников Думаю, должен этот 100 и 100 разваливать А вы знали, что Докахук даёт плюс 90% к винрейту? Не верите? Тогда убедитесь сами на эпиках Докахук выдаётся людям, которые прошли 60 уровней боевого пропуска Боевой пропуск можно получить бесплатно по нашей ссылке, а выполняя простые задания, там также выдают арканы каждые 15 уровней Также есть новый режим завод шмота, где можно построить собственную фабрику Суть проста, в один клик открыл своё производство, получил 500 шестерёнок на раскрутку Вложенные шерстерни улучшают завод, а это значит, что улучшаются и шмотки, которые он генерирует каждые 3 часа Ссылочка на бесплатный БП в закрепе, а вместе с ней Промикс на плюс 15% Удачи! Квикбай пока что Фейзе Опять же против Фантомочка, очень приятный артефакт В плане урона Ой, тут хотя... Ладно, хотя бы Ранжа убил, но как будто это ошибка Всё-таки первый скил 100 маны стоит, очень дорого вышло по рессам Возможно даже придётся купить сначала Солу Ринг, а не Фейзе Опять же, у него не будет хватать маны на прокаст У него есть 8 стиков, в принципе, до третьего уровня прокаст у Валори всё равно По крепам в основном идёт, так что ничего страшного Кстати, про стики нам грамотно подметил Действительно, возможно, за счёт стиков не придётся всё-таки Солу Ринга начать Как-то я подзабыл про это Молоток Максица по-моему во всех играх на всех ролях Во всех билдах Очень мощный пар инструмент, очень мощная брустовка И для эскейпа, для сокращения дистанции тоже вполне себе Кстати, выглядит как смерть Лотус ему бетик запулил По итогу шевел Засоляра от бетика Откинул бочкой двоих Да, Лотус Очень круто всё сделал Ну бет райдер Тоже вот Сопортящий бетик Майнер очень сильный Его довольно-таки часто берут на профсене тоже И опять же двух милишников Тут он прям зарешал Капец Прям стопроцентная смерть, казалось бы Однако на Анатольникова максимально выжил И почти есть у него ещё фейзи Осталось только курера дождаться Али там тп-шку сделал Дарквилл Инфевизион стоит Поэтому сейчас Аккуратненько будет Дистанцию держать, чтобы не поставиться Кстати, бетик вообще не боится Он понимает, что тут трое Однако видите, не на очке забайтил И они два в три спокойно приняли драку Билет Ускара, блин Я думал, бетик из честно выживет Так он погиб Прокачался на четвёртом Третий на ДБ Как будто есть шансы убить Наск очень быстро резается И он крит дал с автоатаки, а не с третьего Смерть Блин Обыдно Не хватило тут Разобраться Там сбили тп-шку химику, кстати Пусть пришёл всё-таки И химик отлетел С ТП в КД Страшное дело Мизоманки Кинг башует Не добышевал чуть-чуть Очень крутой старт у МК, кстати Но это фрилиния против СК Даже если СК с Эншраудом играет Так, Матник одна здесь секунд назад Я пока показывал другие линии Я не заметил, как тут замес начался Видит, как будто Баллоры ещё раз рискуют умереть Ну ладно, хотя бы умерла Фантомка А он выживает Стики тут всё десять штук Так ещё и Дракью могут убить Вау Как же ни на очки На самом деле вот такие дайвы Они могут очень плохо заканчиваться Вот всегда будьте аккуратно дайвить под телепорт Ну, когда у вас телепорт в КД Потому что если вы умираете с телепортом в КД Это очень сильно ТМ сбивается Капец, чё и Сакин Они в твоём четверик заварили Что за резня реально? Типа здесь Бэтрайдера? Залишали, кстати, вот эти две гантельки, которые он купил На Бэтрайдере легенда Очень круто играет Бэтрайдер на самом деле 123 ранг Шикарно чувствует героя Не очкует Насчёт этого они так и развалили линию Серьёзно По билдокам, кстати, в начале игры Валоры не самые гибкие из персонажей Но пара тонкостей есть В принципе, можно закупаться и качаться Как он в абсолютно каждой игре Это будет работать Но время от времени Могут быть ситуации, когда лучше чуть-чуть скорректировать билды По прокачке можно сыграть на первом уровне Первый скилл На втором уровне На втором уровне Третий На одной линии с каким-нибудь таском В первую очередь С каким-нибудь ШД Иногда это может сработать Очень здорово По закупу По закупу Очень популярный стартовый закуп на Валоре Это три гантельки Цирклетка Таким образом Потом получишь один прейсер И заградишь себе Солринг И Фейзи очень часто покупаются с Чейн Нейла В основном против Ринжова Кири За кем-нибудь Морфингом, например, вообще бесполезно бегать И красота Еще и химика убили Мега кайфован Нетворс 4000 капец огромный Решил даже себе позволить сабельку купить Ну, опять же, с таким С таким Нетворсом Можно попробовать Нейтралок сейчас, кстати, выбьют Кучу Очень повезло, что Тролли были в споте Дополнительный Три крипа Дополнительный шанс Выбить нейтралки И Спарк для Валор и Бабл для Бетика Спарк-пушка По поводу сабли, кстати Не самый популярный выбор Предмет, казалось бы Ну, такой немножко помойный В принципе, всю историю рассказываем Какая сабля помойная За исключением пары патчей Но конкретно на Валоре с этим аспектом Инда срабатывает очень круто Быстрее делаешь автоатаки Чаще срабатывает Третий Быстрее откатывается Первый По поводу аспекта Кстати, все абсолютно Вот этот аспект выбирают Но по билдоку там Чаще всего Бладмейл Сауринг Бладмейл Вот так вот билдится А все абсолютно Это 99% пикрейта Или Там в районе 70% Мне просто казалось Что альтернативный Не такой интересный Но смотреть на него Смысл имеет Ну вот Ни одного Ни одной Дбшки не вижу Честно про трекеры Везде вот это Песочные часы Аспект Но ноль дам А по процентам сверху Там где сами аспекты нарисованы 90% Левый 3000 Матч Через Вот этим Совар чарджет И 380 Альтернативный Аспект В десять раз больше Красиво Очередные Тут Килы подъехали Шикарная реализация ультимейта Никто не умер еще Возвращается В бот Подфармить Чуть-чуть До сабельки остается Сабелька Конечно Будет приятно В плане маноригена Некоторые еще Мейджсуэр Покупают По ситуации Альтернатива Сабли Тоже дает Манориген Против магии Тебя может очень сильно Выручить Потому что выбор хороший Валор кстати не самим Подходящий герой для буста Но бустеры Кого я видел на валоре Не покупают вообще Никогда Ни саблю Ни бм То есть это либо Мейджсуэр Первая шмотка Либо дизоль Потому что мейджсуэр Что дизоль Гораздо больше хача дают Немного не сыграли здесь На боте Не жили фантомка Нет Не выживает Блин на батрайдере вообще Чемпион какой-то играет Настолько все Офигенно делает Настолько все Офигенно делает Падок Пуча В это время Пятерка Ручше Закуп У него так Пустоватенько на ДБ Выгляд Не хватает брускак Еще заметил Без брейсера играет А те кто берет стики стартовые бай они почти никогда не покупают брейсер А они кстати на Так на Почти в каждой игре ну да Тоже 90 процентов игр брейсер один берется на ДБ Тут просто реально стартовый закул был против фантомки Поэтому не докупил себя брейсерок Так Очередной раз убил здесь фантомочку Кнопки откатывались Хороший молоток по двоим Нормальный кастрэш Чё то да Плюнул он Прилично Солд ринг кстати не нажимал в этом замесе Мана в норе летела На валоре причем мана тема невероятно больная Даже если мидовая валора которая играет с батлом Ей обязательно нужен сверху солд ринг И при этом все равно мана не хватает Ну сам для солд ринг Думаю мана у него будет хватать Ну вот мы сейчас наблюдаем Расстоянно Не нажимал Солд ринг Странно Что не нашел Ой Ей бедолага на химике Ну хватит А А Я нашел много Как будто Ну и Неудачно Нажал топор Кажется это не убили Каза Возможно МХ Отлетит теперь Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ точно дает гораздо больше прочности ты подрался вышел разбитый один раз крутанулся в грибов все ты фуловый пассивно разумеется без трата маны 3 дает гораздо больше чем первый может работать не только на раскрутку но и на авто атаке раскачкой сайте 3 вообще никто не максить рыли на в один оставляют а когда это изменилось уже удивился честно не меняешь ничего парочку есть конечно игроков которые 3 максис а так намного больше ну в разы больше первых макси нах а 3 1 чисто это на 11 талант получается да на 11 взял правый талант не я думаю это потому что под аспект такая темка то что у тебя получается 1 к даже со быстрее с этим аспектом собственно чаще хочется нажимать максами первую чем 1 в 1 я уверенна что в этом причина ну даже логично звучит на самом деле статка дешевый первый скилл и у тебя макси и дэмэджа много камеру и кого-то местные третье макси тоже очень приятный раньше тоже надо бы 3 всегда максимум сейчас сейчас как будто первая на нам шикарная драка минус 4 оформлен каша дб погибла но никаким очень сильно в игру камбэк нам благодаря этой драки я я не помню если честно все лет говорил опять же не тестил лобби не писал формулу но по ощущения макси на 1 дает больше урона макси на 3 гораздо больше прочности но как сказал егор логично с этим аспектом пробовать макси 1 быть немножко лишний ультимейт вроде бы и так убивали и т.к. не вк.д. провисошло кстати полива нет вижу на чтоб гарпун нажать еще и кайфа должен доесть ай шарт не болезнь и красавчик мы шартик летел все это время перед ним да сейчас шар на поскрутился на а где курьеров я жива на спешусь а его еще и курьера убили бы шар до 2 минуты посаде драконе все равно выиграли тимой эти не кажется что надо было поджар смотреть у него 10 44 счет 19 прожает упали дворс как у манки кинга еще знаешь вот этот путь с атосом мы же столько времени мы соль лет это тос разных патчах его все не покупали не покупали а здесь он его купил и он сыгран настолько великолепно в скаф таска фантомку прыгучий вот эти персонажи то всегда темповый очень получился блин от ворс 10000 у даннбрейкер у нас закуп смотришь вообще не выглядит как 10 тысяч над ворс а то что гарпун первой шмоткой ами не слышно было тебя слышно сейчас на секунду чё звук упал гарпун первой шмоткой просто выглядит очень не типично когда мы с ней раз такой или когда вы только добавили и это выглядело прикольно еще в шардики у него на дворс тоже лежит как себя кстати такой постовый гарпун ну пока что-то непонятно если честно мне не особо нравится мне тоже самый типичный закупного лору он за полтора года не поменялся это фейзи соли ринг стики б.м. шарт блинк бкб а дальше уже по ситуации да есть различные отклонения от этого билдока без блинка очень тяжко на водоре играть в то же время под макшины 1 в этапе притягивать давить санжу себе взял постигли алхимика без ультимаи там приятный килл может самать tower блин ему опять курьера убили полу хрена кого этот раз курьер не только с шардом тем самым еще из с enjoy действительно творц уже один из 500 закуп так и не изменился за последние пять минут у него просто четыре тысячи там гауды в таверне лежат причем ладно бы этого лоры была с другим был таком но когда это поставлю у него настолько ущербно статы вывезут я боялся кстати что сейчас за отсутствие шага не прокатит но не успела вилка напугать все невероятно вкусно выглядит 3 скилл валоры считается вампиризмом у него вылетает этот зеленый значок как увлечение но это ней но это обманка на самом деле это вампиризм хотя это написано что это лечение очень часто кстати эту рожденку забывают у меня такая же проблема потому что она противник противников никто никак не уведомляет что их на секунду всех просвечивают а там и там есть свечение небольшое и дальше когда просто начинается день становится светлее когда начинается день просьба лоры становится светлее с каким-то таким дополнительным свечением не замечал любом случае вот это надо всегда в голове держать это врожденка очень сильный нормальный дэмэш и пятерки пыжа до девять тысяч на творце блин с инжен я шарит кликом и в этот раз не стал курьера дождаться просто т.п. на базу нажал наверняка все шмотки забрать а ты посмотри на хп пуджа на его шмотки к нему еще линза летит вот такие репушками в этой игры парни вы не на того напали вообще не на того 24 флешки сюда среди ринг опять и нажал удара еще не хочется заменить солдринг нажимать ты знаешь ты прям очень контактный герой вроде бы волора прочная а вроде бы мы ставим троек гораздо прочнее просила смехотворный кстати 34 не такого контактного персонажа блин огромный стрик с пуджа сняли еще и фраг фантом очки на секунду было ощущение что фантомка не успеет выйти ладно пусть засыпает фантомку по итогу создал момент кто еще возможно в обмен на 1 же он пола зарешал еще чтобы трайдер очень уровне подошел помогать ска кстати лишь правильно понимаю что он выстрел драгонайта посмотри на из кабел да какой нетипичный никаких себе фаз блэдстоунов играет с шивой до на лечение миллиард в команде дайр это ультимейт пуджа это джин вмк это врожденка драгонайта это ультимейт валора это 30 скилл валоры но все правильно делает тут лишь его очень крутая игра в плане брони и знаем уже куча не знаю машине формировка какая-то не такая не пытался сказать что вы шива плохой выбор просто имел ввиду что в основном мы видим иска который рашид блэдстоун очень непрямо и я я честно признаюсь я пару игр за лето зарунил когда нужно было покупать нормальные предметы на блэдстоун это это просто мечта предмет на искать соглашусь первым же это вам хочется покупать себя и для монки кинга не травка кстати шикарно во втором тире только сейчас обратил внимание рубль дистракшн замедление минус армор чуть игру будет попроще заканчивать сейчас чуть-чуть еще кираса будет офигеть бедный химик неудачный химический опыт произошел он вообще сам ошибся когда он собирался по т-1 товаром так оба давать офигеть на 5 пуш против шатом сплом задолжил ультимейт вилки и минус 3 чуть было не превзошла типичная для волары ситуация баллора по карте 4 плюс 1 двигается команда идет четвером баллора занимается своими делаем потому что да может подключиться исключение этой игры против них со цельный сыр и щеку это герой есть который ведь мои дочень хорошо было разбивает через всю карту но в такие моменты очень легко это волар ловить здесь искали секунду святонулся и дайр сразу же решили подстраховать ордера города и дзеру напуганная лучше там дерется один x все ладно закончился все таки путь но было близко 5 секунд ультимейт когда еще сейчас подхилиться на фонтане им и можешь прилететь сульта а и мог же мог же нажать ульту мне кажется он хотел чтобы сначала умер химик чтобы не оказалось что 114 по ходу нам ой химике сказал мк и но виду на фантом к нормально как нарезает миллион наоборот все идеально сделал даже не уверен я бы даже сначала дал вот кингу умереть из хотел лиц с ах ты смотри на развороте вы эти кривой патрайдер как обычно блин сейчас будет первый сбыл первый скил он хочет крипа вы дать вау гений как можно так идеально заходить этот первый скилл чего он полный я был уверен что не успеет опять же первый скилл дает эффект бкб шки так что весел не срезал в лечение если он просто химик развернулся ну и также не срезал когда вот крипов классом причем знаешь у первого скилла братика стоим нет но раз пару игр и поиск раз пару игр на валаре есть ощущение что первый скилл колдуется под жизни с этапом тут поджиг но не успели а то что фокусы начались отстанет химика сразу же педалага только из таверны не дали даже пошевелиться очередной т.п. на базу чтобы под ультимейт вернуться с фурицами будет заварушка папа заварушка такая все фантомка на кого напала на пуджа то есть 3500 хп с гаски петром и будет моим решил совершить нападение 90 киллов на карте кстати 28 минут кстати 17 смертей у химика тройки если фантомка не написала я бы не заметил что его успели убить столько раз вообще учитывая что он стартовал на линии против этого пуджа 17 даже маловато и не потом что вообще постоянно не везло ну как не гонишь вам всегда этот сам себя кобой взрывает постоянно неудачный химический опыт гамзан очень круто сыграл на мдп в этот момент последним капюсину впечатлил очень хочется попробовать сперва лорус макошным первым мы что я до сих пор третий максом очень очень интересно выглядит и всем огромное спасибо за просмотр отдельное спасибо за активность под видео и мир вам